Роберт Галванс – пациент Рижской больницы имени Страдания. 8 дней назад, 23 августа, ему сделали операцию по пересадке печени. У меня была болезнь Вильсона. Её диагностировали в 2006 году. Она вызвала цирроз, но не было ничего такого серьёзного, летального. Но в этом году, в июне, всё обострилось, мне стало плохо. Меня госпитализировали, и так всё и началось. Роберт стал первым пациентом, которому сделали операцию по пересадке печени после большого перерыва. В конце прошлого года трансплантация этого органа в больнице имени Страдания была приостановлена из-за высокой смертности пациентов. За последние годы после трансплантации печени скончались 8 из 13 человек, то есть более 60%. В то время как в мире этот показатель составляет 10%. В причинах летальных исходов разбиралась инспекция здравоохранения. И пришла к выводу, что вины врачей высокой смертности нет. Ни один из аудитов извне не указал, что нам нужно приостановить трансплантацию печени. Это было наше собственное решение – взять эту паузу. В больнице провели внутреннюю проверку. Она показала, что главная причина высокой смертности – недостаток опыта у врачей. Если в мире пересаживать печень начали еще в 1967 году, то в Латвии лишь в 2011. Государство уже оплачивает такую операцию лишь в 2018 года. В итоге врачи Рижской больницы имени Страдания отправили на стажировку за границу. Эта операция была в рамках учебного цикла при поддержке наших коллег из Швеции. Операцию выполнили наши коллеги под руководством доктора Вилманиса. Это латвийские специалисты, которые с июля практиковались в Центре трансплантации больницы Каролинского университета. Выписать первого в этом году пациента с пересаженной печенью из больницы планируют уже на следующей неделе. Сейчас все свидетельствует о том, что операция прошла успешно. Каждый день я хожу все больше. Вчера прошел более 5000 шагов, и сегодня с утра уже прошел 2000 здесь по отделению. Рижская больница имени Страдания – единственное медучреждение, которое занимается трансплантацией печени в Латвии. Возобновить такие операции там планируют уже в начале следующего года. Сейчас в свою очередь на пересадку печени ждут около 10 человек. Виктория Пушкелотта, Вита Анстрате, Кришенис Лейтис, Иван Смиловс, РосЛСМ.